Давай, значит, тогда перейдем уже к, собственно, занятию нашей школы то ли космонавтики, то ли журналистики. Может, она такой же важности, как космонавтика? Она такой же важности, как космонавтика, потому что и космонавтика решала не только технические и практические задачи, она решала и задачи цивилизационные. То есть, когда человек вышел в космос и посмотрел на Землю со стороны, изменилось мышление человечества как такового. И, в общем-то, журналистика должна, по идее, именно эту функцию выполнять. То есть, аккумулировать общественный диалог, развивать его, продвигать. То есть, это не должно быть средство массовой дезинформации. Что такое реклама? Это в определенном смысле дезинформация. Это должно быть средство массовой информации. То есть, чтобы мы все лучше представляли, в каком мире мы живем и правильно действовали в нем. Поэтому, ну вот, давай посмотрим то, что я вот намечал на первое занятие. Это было уже достаточно давно. Я так буду по ходу к своим записям обращаться. Что я хотел сегодня обсудить. То есть, школа не значит, что я буду говорить, ты будешь слушать. Мы будем обсуждать. И я что-то для себя новое пойму. Потому что так было уже, когда я преподал физику в той же самой школе космонавтики. То есть, одно дело, ты прослушиваешь даже там, допустим, квантовую механику. И что-то в этом начинаешь понимать. И другое дело, если ты, как бы, объясняешь людям, хотя бы даже законы Ньютона, да, ты все равно это начинаешь понимать больше, глубже, лучше. Ты начинаешь понимать место этого предмета в общем положении вещей, да, вот науки, в частности, физики, да. Этот эффект, он тоже здесь будет. И многое я для себя открою в нашем диалоге. Ну, вот давай. У меня записано в начале знакомство и мой опыт вхождения в сферу СМИ и с другой сферы деятельности. Ну, знакомство, будем считать, что состоялось. Хотя, вот сейчас ты будешь знакомиться со мной как с представителем профессии и как с представителем определенного мировоззрения. Это тоже знакомство. То есть, я думаю, многое для тебя будет, ну, неизвестно, интересно. Ну, и, в общем-то, значимо. Вспомню с самого начала. Ну, давай со школы космонавтики. Именно там я создал свое первое издание. Это был школьный журнал, который назывался Лиходеи. Ах, Лиходеи. Лиходеи. Название СДУРУ, поскольку, ну, молодежная среда. Я сам молодой, мне там 20 с чем-то лет. То есть, Добродеи до нас еще не доходило, а вот Лиходеи, это круто. Да. Вообще, в школе космонавтики было в каком-то смысле идеальное состояние именно сферы журналистики. Все, кому не лень, создавали свои печатные органы. Я помню, значит, Валера Дорошенко создал журнал, не журнал, газету, он навешал ее на стенку, это была настенная газета, с совершенно шикарным названием. Вечерний шик. Шик это школа космонавтики. И одновременно вот, ну, чувствуешь, это вот название, вечернее, что-то такое гламурное почти, да. И одновременно так вот подумать, побеседовать. Ну, я ему немножко позавидовал, но мне тоже нужно было свое средство массовой информации. Я создал свою настенную газету, назвал ее полночный шик. Потом, значит, ребята создали какую-то свою газетку, еще как-то ее назвали. И над всем этим возвышался журнал Лиходеи, который, значит, мы туда, ну, он был, поскольку большого объема уже, не один листок там на стене, то туда мы смогли внести реально, ну, как уже такую струю и осмысление того, что с нами происходит, и художественного творчества. И мы прошли все этапы, начиная от создания текста, редактуры, значит, обсуждения направления журнала, издания, то есть мы его и отпечатали, и сбрашуровали, ну, и, наконец, отметили. То есть все было, значит, как должно быть. И надо сказать, что материалы этого журнала, они были достаточно достойные, потому что и ребята были у нас умные, это была все-таки краевая школа-интернат, ну, для особо одаренных детей. Поэтому, хотя и мы были физики-математики, но могли выразить свои мысли, да и было с чем думать, скажем так. Поэтому этот журнал был очень интересен, и вот, например, свой рассказ из этого журнала я послал потом в Красноярск на конкурс молодых писателей, и он прошел по конкурсу. Более того, по итогам конкурса издавался сборник, и именно название моего рассказа дало название всему сборнику. То есть, а вот это было, появилось первый раз вот в этом журнале Лиходея. То есть, это была такая, с одной стороны, игра, а с другой стороны, игра вполне всерьез. Мы на этом деле многое научились, и когда я переехал в Курган, я уже достаточно смело в компании с Лидином Яковлевичем Витебским принял участие в издании целой серии журналов. Один был, значит, журнал «Гармония и здоровье», другой был «Семейная школа». Еще что-то мы издавали, научные сборники какие-то. Это еще, скажем так, была не журналистика в чистом виде, да, то есть мы... Это было, скорее, корпоративное издание. То есть, для интересов некоего проекта он сопровождался вот такими печатными, как бы, и вот изданиями, чтобы усилить диалог, да, допустим, проводим какую-то конференцию, чтобы начать заранее и продолжать. Ну и впоследствии я уже самостоятельно издавал различного рода газеты и издания для вот таких же практических целей. То есть, при проведении конференции, то есть, что собираться на конференцию с людьми, про которых ты там мало что знаешь, что у них сейчас на уме. Издадим-ка мы перед этим три номера газеты. Каждый выскажется, что у него есть реально интересного, важного, что он может предложить. И тогда уже на конференции мы будем говорить совсем на другом уровне. И вот этот опыт, он, в общем-то, со мной до сих пор. То есть, я вот в этом духе и организую диалог. И даже вот когда я работаю в наших журналах, ну тоже кооперативного такого, допустим, вот Хилсенешнл, это журнал Минздрава Татарстана, я все равно этот опыт в голове держу. То есть, для меня он важен. Ну и потом, конечно, у меня есть свои площадки для диалога. Это и сайт Тартария, это и группы Тартарии в Фейсбуке и ВКонтакте. Это и своя площадка на Ютубе. То есть, целый куст таких изданий, где я уже самостоятельно веду свою политику. И там вот эта линия, она представлена очень хорошо. Ну и все-таки, и все-таки, когда мы приходим в официальное издание, которое имеет свою политику, свою редакцию, своего хозяина, в конце концов. То есть, если мы берем Хилсенешнл, то Минздрав, у которого есть официальная позиция, которая тоже вписана в общую позицию медицинского сообщества, то здесь надо уметь работать и в команде, и в внутриконцепции определенной. Ну вот я свой этот опыт вспомню вот именно в таких вот уже журналах республиканского уровня. Это начиная с лидера. Лидер Татарстан, в который я пришел в 2004 году. При всем моем опыте, конечно, вот в этой сфере я был новичком. И меня, в общем, так сразу бросили в бой. Я брал интервью там и у серьезных предпринимателей, и у там замминистра, и еще у разных артистов там и так далее, и так далее. Писал какие-то материалы. Ну и при всем том, это все было важно и нужно. Я осваивал вот эти жанры, осваивал, в общем-то, успешно. У нас были прекрасная команда, где никто не зажимал, значит, свои знания, а все стремились поделиться. Тут можно вспомнить и Лену Степанову, и Михаила Берина. То есть было с кем двигаться в профессию. Ну и вместе с тем был, сразу появился жанр, который не мог сделать никто. Ради этого меня и взяли. То есть, понятно, что найти журналиста можно было и поопытнее. Но я подрядился ввести рубрику юмора. Этого никто не мог. А у меня уже определенный опыт в этом тоже был. Больше в стиле коротких сказок и притч, но это уже близко к анекдоту, к байке, ко всему вот этому прочему. И я вот за это дело взялся. Это стало моим фирменным стилем. Это сложило меня, в общем-то, как журналисту. То есть надо одновременно быть в теме, какую-то тему общественно значимую освещать, и одновременно делать это, ну, скажем так, изящно. Изящно. Чтобы это слушалось, чтобы это играло, да. Так появился Ландаун. Эту, как бы, идею, типаж я позаимствовал у Валерия Ланина. Но он им так блеснул, поиграл умом и оставил. А я из него развернул целую серию публикаций. Ну, сколько? Десять номеров в Лидере Татарстан. И потом уже после на Тартарии. Вот я книгу издал. Жизнь и смех вольного философа Ландауна. То есть удачно он получился. То есть он одновременно отсылает к Ландау, то есть он может быть умным. И одновременно к Дауну. То есть он может себе позволить быть полным идиотом, если ему это надо. По-другому посмотреть на вещи, да, свежим взглядом, детским может быть, да. Может быть взглядом какого-то инопланетянина, да. Ну, вот такой персонаж. И это действительно была богатая идея. И я прошелся и по рекламе, и по деньгам, и по искусству, да. То есть по СМИ. То есть много тем я успел еще в Лидере пройти. Ну, и после него тоже уже была хорошая работа. Ну, достаточно сказать, что редакция разделилась в оценке этого персонажа. То есть одни от него, ну, скажем так, были в восторге и, в общем-то, передавали мнение, там, гостей из столицы, что, о, у вас теперь журнал столичного уровня. То есть да, в нем есть свое вот это вот художественный взгляд. А с другой стороны, в той же самой редакции были люди, которые мне говорили, ну, это мракобесие. Вот это вот полярное разделение говорит о том, что что-то в этом было, да. Так, в общем-то, я и вошел в профессию. Хотя я по образованию физик, да. Но вот видишь, потихоньку-потихоньку, да, дрейфовал-дрейфовал. И от самодеятельных изданий пришел к профессиональному. И, в общем-то, сейчас основная моя деятельность – это журналистика. Хотя сейчас я буду двигаться чуть-чуть дальше. Вот меня все-таки втягивают наша команда в работу менеджера, в работу с клиентами. Ну, и управленческую тоже, да, то есть приходится решать управленческие задачи. Ну, и все-таки вот опыт вхождения в журналистику, он и в этом сказывается. Потому что, если бы я ее не знал, как бы я с этим работал. То есть, что я хочу сказать. Для человека с техническим образованием войти в журналистику – это нормально. Для журналиста с образованием журнальным войти в инженерную отрасль деятельности невозможно. А для технаря войти в журналистику можно. И даже это более правильно. Почему? Потому что жизнь не изучается на факультете журналистики. Да, там могут научить писать, овладеть приемами речи, построения фраз, предложений, самой статьи, там, из чего-чего-то. Это хорошо, но это не заменит жизненного опыта. Вот я сейчас подхожу к очень важному моменту, потому что журналистика – это не заработок. Ну, для конкретного человека он заработал, но на уровне общества – это средство управления. А если он применяется стороной, которая имеет негативные планы по отношению к данному обществу, то это обобщенное оружие. Продолжение следует...